Таллиннский международный фестиваль Джазкар – это крупнейший джазовый фестиваль стран Балтии, проходящий уже 35 лет. Собственно, этот юбилей, который отмечается в эти дни, а также приближающийся очередной фестиваль, признанный самым посещаемым фестивалем в Эстонии, и стали поводами пригласить в нашу студию гостю Анерм, которую справедливо называют первой леди эстонского джаза. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, начнем, пожалуй, с цифр. 35 лет фестивалю – это действительно отличный юбилей. Более того, фестиваль признают не только критики со всего мира, но и, конечно же, зрители, потому что большинство билетов проданы, и большинство концертов – это sold out. Да, мы очень счастливы, что фестиваль очень много за эти годы вырос. Как четыре первых лет были очень трудные, но с 1994 года, когда уже приехал Деузавинуль, и рельгруппы в Швеции, залы были полны сакала, и тогда уже немножко плюс в сторону получили. Но первый год это был рубль, но все равно концерты были даже в городском холле, два плюс парада. В этом году мы сделаем тоже один плюс парад, что больше музыкантов, коллективов будет там выступать. Но уже 10 лет наш фестиваль находится в Телийске-Веломе-Линнак, и там две основных эстрады – это «Вабалава», который называется сейчас «Яйк». И фотография уже получила популярность как уютное концертное место бесплатных концертов. В день всегда воскресенье, и тогда мы и в студиях, и в разных местах около Телийске-Ви, и Телийске-Ви, и открытие фестиваля будет в воскресенье 21 апреля. И всегда, в последние 10 лет, мы попросили самых талантливых музыкантов новое произведение сочинять. И этот раз молодая певица, композитор, аранжировщик. Бианка Рандала – автор этого произведения. Там, конечно, оркестр, и джазовый ансамбль, и солисты. И я думаю, что будет очень интересная программа. Вы помните, с чего все начиналось? Да, это начиналось от того, что я как редактор музыкальных программ в эстонском радио навестила фестивали в Тбилиси, и Петербурге, и Москве. И в Тбилиси уже были интернациональные, международные фестивали. Там я знакомился некоторыми музыкантами. И грузинский коллектив блюзовый спрашивал, не можете ли вы в Таллинн что-то делать? У вас же были фестивали в 66-м, 67-м году, международные. Но потом запретили у нас фестивали. А в 90-м году, это традиция, таллинские фестивали. Яцкар взял на себя, чтобы джаз был жив в Таллине, и чтобы Таллинн стал джазовой столицей, как было в Советском Союзе, то может быть джазовая столица Прибалтики. Ну что ж, отмечаем в календаре, что с 21 апреля нужно внимательно следить за программой Джазкар. Кто любит фольковых уклонов, например, Мара такая певица, которая выступала на Евровидении, как и в Португалии, как и в Сальвадоре собрала. У нас несколько раз ходила джазовая импровизация. И, например, трио из Люксембурга специальную программу готовила с танцорами именно для Джазкара. Эта премьера будет у нас на фестивале. Анна, спасибо вам большое. Мы вас поздравляем. И до встречи на концертах. Спасибо. Спасибо. Таллинн может гордиться таким фестивалем. Неслучайно наш город всегда оказывает ему всестороннюю поддержку. Но сам Джазкар был назван одним из лучших фестивалей в Европе и был сертифицирован европейским знаком качества. Постепенно эта музыка становится все более модной в Эстонии. И поздравляю Анну Эрм с юбилеем ее любимого детища. Будем надеяться, что число фанатов джаза будет неуклонно расти. А мы переходим к другим темам. Продолжение следует...